Всем добрый день! Здравствуйте! Я приветствую вас на своем канале и приглашаю вас сегодня на свободную прогулку от Киевского вокзала. Мы с вами находимся в торговом центре Европейской. Такая вот красота, будка с розами. И отсюда мы начнем нашу свободную прогулку. Пойдемте погуляем! Начнем мы с вами нашу сегодняшнюю прогулку с торгового центра Европейский. Ну, фонтан сегодня в очередной раз не работает. Тут они его все чинят, 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 чинят. По-моему, вообще уже его сняли. Но, тем не менее, мы с вами на Киевской в торговом центре Европейский. И отсюда мы начнем нашу прогулку. Но сначала давайте посмотрим на фонтанчики. Совсем скоро здесь появятся новогодние украшения. Это бывает ежегодно. Я очень надеюсь, что в этом году они тоже появятся. И, несмотря ни на что, Новый год все-таки к нам придет. Очень люблю вот эти шарики наверху. Когда поднимаешься наверх, они иногда включаются, находишься наверху. И они такими перепадами свисают вниз. Сейчас они стоят. Цвета меняют, но стоят на одном месте. Торговый центр Европейский. Один из моих любимых торговых центров в Москве. Очень красивый, очень нарядный, праздничный и функциональный. Здесь, на самом деле, можно много чего купить. Такая вот штука. Стекает с потолка у одного из выходов. Ну вот, мы с вами вышли на Дорогомиловскую улицу. Прогулка у нас сегодня свободная. Но, опять же, у меня всегда есть цель в моих прогулках. Есть она и сегодня. Поэтому давайте мы сейчас оглянемся по сторонам. И начнем сегодняшнюю прогулку с площади Утиевского вокзала, с площади Европы. Точнее, мы уже начали прогулку с торгового центра Европейский. И было бы логично, если бы мы начали, вернее, продолжили тему Европы на площади Европы. Ну, как всегда, повторюсь, что я снимала уже на площади Европы. Я снимала там зимой. Было очень скользко. Было очень плохо видно. К сожалению, фонтан сейчас уже тоже не работает. Несмотря на то, что еще не зима. Но фонтаны все уже выключены. Уже все на зиму убраны. Но, тем не менее, памятник стоит. Похищение Европы. Насколько я помню, если я ничего не путаю. И мы можем там тоже пройтись, погулять и найти там много интересного. Перед нами вон там вдалеке здание МИД. А с той стороны здание гостиницы Украина. Куда мы потом и пойдем. Такая у нас сегодня тема. Украинская, несмотря на сложность ситуации, в России, в Москве по-прежнему остаются названия Киевский ворзал. Все украинские названия там Шевченко, Леси Украинка, украинские просто. Вот. Это все сохраняется. И поэтому мы сейчас с вами... О, фонтаны работают. Смотрите, как повезло. Оказывается, еще работают. Ну, давайте тогда тем более пойдем. Смотрите. Фонтаны работают. Так, Киевский ворзал. Перед нами сегодня опять серое небо. Даже не знаю, как лучше снимать, когда солнце в камеру. Или вот так вот, когда небо серое. То и то плохо. Ну, такая в Москве погода. Итак, перед нами здание Киевского ворзала. На мой взгляд, это один из красивейших ворзалов Москвы. Ну, наверное, всем известно, что в Москве много ворзалов. Казанский, белорусский, ленинградский, ярославский. Ну, в общем, рижский, савеловский. Не буду все перечислять. И Киевский. Киевский ворзал. Ну, в моем понимании, очень красивый. Сейчас мы с вами перейдем. Здесь еще вот такой парк есть. В парк мы не пойдем. Здесь конечная остановка автобусов очень многих. Очень многих. Здесь очень такой удобный транспортный узел, скажем так. И такая развязка. Очень удобно. Кто живет на юго-западе. Многие даже стараются, насколько я знаю, предпочитают доезжать сюда не на метро, а на автобусах. Ну, понятно, что чем с пересадкой ехать, лучше так, на автобусе. Вот здесь столько много-много станций. Ой, этих, как, феронов. Так, пойдемте. Надеюсь, мы сможем перейти. Сейчас я вам покажу площадь Европы. Кто, возможно, не видел. Уж гулять так гулять. Все воркзалы Москвы я снимала. У меня каждому воркзалу посвящено отдельное видео. Не хочется просто повторяться. Не хочется опять снимать одно и то же. Поэтому, кому интересно узнать в Акирский воркзал в моей трактовке, вы можете зайти на сайт, у меня посмотреть. На сайте это есть. Так, и есть этот памятник. Но зимой я к нему подойти там особо не смогла. Здесь был страшный белолет. После площади я пошла вот туда, на мост. Воркзал был заложен здесь в 1914-1917 годах. Отроничался в 1920-м году. Архитектором являлся Рорберг. А де Баркадер здесь создал архитектор Шухов. Он считается шедевром инженерной мысли. Но мы его здесь не увидим. Воркзал назывался Брянским сначала. И до постройки воркзала был построен Бородинский мост сначала. А потом уже воркзал. Но это я вам так коротко рассказываю. На башне воркзала находятся часы, которые до 2012-го, по-моему, года переводились вручную. Тогда время переводилось. Или 2011-й год, или 2012-й год. И воркзал этот был первый, где были установлены турникеты электронные. Сейчас еще, слава богу, не скользко. И можно здесь спокойно пройти, несмотря на такую серую погоду. И посмотреть. Очень пусто здесь всегда. Вот она. Это композиция. Похищение Европы. Но тут надо как-то очень-очень постараться рассмотреть. Здесь похищение. Ну, здесь фонтан тоже. Но сейчас не работает. Странно. Один работает, второй не работает. Но, тем не менее. Так. Ну, вот как-то так это выглядит. Ну, насколько вы все знаете, похищение Европы. Там, по-моему, на быте. На быте ее похищают. Ну, вот здесь это таким образом трактуется. Здесь вот еще есть вот такие вот монументы. Ой, ничего не видно. Знак укрепления, дружбы, единства стран Европы. Правительство Москвы. Постановило создать в столице России ансамбль площади Европы. В центре ансамбля скульптурная композиция «Похищение Европы». Работы бельдийского спультера Оливье Стрибеля. Передано в Дан Москве Брюссельским столичным регионом. Архитектурный проект работы мастерской Юрия Платонова. Ансамбль, площадь, структурная композиция. Что-то в сентябре 2002 года она открыта. Ну, сейчас это уже, кажется, очень такое, да, отношение к этому. После отношения Европы к нам, как-то иначе это всё смотрится. Здесь на английском языке, чтобы всем было понятно. И на французском языке. На украинском языке нет здесь ничего. Но, тем не менее, это всё возле Киевского вокзала. Да, вот такой ансамбль. И гостиница Славянская. Кстати, здесь же вот внизу есть причал, от которой ходят теплоходики. Ну, вот так вот выглядит площадь Европы и памятник похищения Европы у Киевского вокзала. Ну, по мосту ещё походим. Уже ходила тоже не раз. Вы знаете, я сразу скажу. Я не хочу, ну, как бы себя, что ли, выпячивать. Что-то я молодец. Я столько уже наснимала. Я столько уже ходила. У меня не так много подписчиков, чтобы я выпендривалась, что называется, как-то там своим каналом. Ну, канал маленький, канал такой, не дающий, что ли, каких-то особых доходов. Канал, который, ну, чисто хобби. Он непрофессиональный, не устану повторять. И, ну, что есть, то есть. Снимала я много. И связано это было не с тем, что я такая умница-разумница, решила вести летопись Москвы. Отнюдь, абсолютно нет. Это было связано с моими личными, с моей личной ситуацией в жизни. На тот момент мне это было очень нужно. Я должна была забить себе голову, занять голову, руки, я не знаю, время, чтобы не сойти с ума. И чтобы дурные мысли не одолели меня окончательно. Поэтому я ходила и снимала в любое время года, в любую погоду, мороз, не мороз. Я для себя каждый раз находила что-то, ну, в Москве много мест, где можно поснимать, о чём можно рассказать. И так я все вокзалы поснимала, потом я там все высотки поснимала. Вот, потом я на заводы переключилась, я снимала особняки, я снимала много чего. И я должна сказать, что благодаря этому и, конечно же, благодаря вам, моим подписчикам, зрителям, которые в тот момент, да и сейчас тоже очень меня поддерживали и продолжают поддерживать, я надеюсь, что справилась с ситуацией и, по крайней мере, на данный момент я себя чувствую гораздо, ну, что ли, не то, что лучше, я себя, в принципе, нормально чувствую. Ну, в моральном отношении, я имею в виду, мне стало лучше. Поэтому, если я говорю, что я снимала, это абсолютно не, я не хвастаюсь, это действительно, я очень много снимала, очень много. И если там пошуршать в моих видео, там практически можно найти, ну, я не знаю, вот центральные улицы Москвы-то точно я все попереснимала, и улицы, и переулки, в пределах Садового кольца, практически все я ездила на окраины. Ну, в общем, короче, это была такая, такая легкая шиза. Ну, в этот парк мы не пойдем, там ничего такого нет, хотя надо подойти, там какой-то памятник. Давайте подойдем. Я тогда была здесь зимой, здесь было закрыто. Ну, здесь вот, видимо, это вот все, вот и павильоны, наверное, строились, потому что шла, было написано, что шла реконструкция, благоустройство парка. Поэтому, ну, памятник, видимо, остался с прежних времен, он тут был, наверное, и до реконструкции. Очень здесь немноголюдно, должна сказать, здесь всегда так. Давайте посмотрим, если уж мы мимо проходим. Это, здесь будет сооружен монумент в памяти 100-летия, воссоединение Украины с Россией, 1654-1954. Ну, это было здесь поставлено, так понимаю, давно, и, наверное, монумента уже не будет. Вот уже что стоит, то и стоит. Ну, мы люди цивилизованные, мы памятники не рушим, повторюсь еще раз. Это наша история, и если было воссоединение Украины с Россией в 1654 году, значит, оно было. И вычеркивать его из истории, я так надеюсь на это, что российские власти никогда этого делать не будут. У нас в истории в России уже были, была борьба с храмами, с памятниками, и я так думаю, что ошибки все-таки учтены и повторяться не будут. Так, ну, а мы с вами идем вон туда, на Украинский бульвар. Да-да, на Украинский бульвар. Я же сказала, что в этой части Москвы очень многое связано с Украиной, и все названия как бы сохранены. Я решила не делать длинных видео, как я делала до этого, свободные прогулки, потом их делила. Я лучше буду делать маленькие такие видео, не очень большие, чтобы было удобно их смотреть, чтобы это не было утомительно. И на этом, всего эта часть видео будет закончена. Как я уже сказала, мы идем дальше, и следующее видео у нас начнется на Украинском бульваре. Ну, а куда мы идем, вы узнаете через несколько видео. Всем спасибо, всем всего доброго, всем здоровья, до свидания, до встречи, пока-пока.